На заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя заявил о старте подготовки к праздничным мероприятиям в честь 950-летия Торопца. Они станут одним из главных событий для Верхневолжья в 2024 году. Эта дата связана с первым летописным упоминанием Торопца. Тему продолжит наш корреспондент. Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году, отметил Игорь Руденя, открывая заседание. К знаменательной дате в Торопецком муниципальном округе реализуются 45 проектов, направленных на комплексную модернизацию всей инфраструктуры, сохранение исторического облика города и благоустройства. На базарной площади, в частности, создадут туристическое информационное пространство. Уже установлен памятник святителю Тихону. Появится монумент Александру Невскому. Это наш один из флагманских проектов «950 лет города Торопца», который мы отмечаем в следующем году. Большой объем работы уже выполнен и предполагается проведение дополнительных мероприятий. Считаем, что это очень хороший пример для того, чтобы все наши муниципальные образования ему последовали и посмотрели внимательно историю свою. То есть, как отметил Игорь Руденя, важно обеспечить развитие всех исторических городов и поселений Верхней Волжи, сохранение их культурного и духовного наследия, повышение качества жизни населения. Важным моментом здесь является всемирная поддержка предпринимательства, как крупного бизнеса, так и среднего, а также совсем небольших фирм и организаций. Поддержка, в том числе и выделение оборотных средств по программе оборотный капитал, это деньги бюджета Тверской области. Сейчас понимаем, что очень высокая ставка Центробанка, и не все предприятия имеют такую норму прибыли, чтобы обеспечить возвратность привлеченных кредитных средств. Выдача кредитов по ставке всего лишь не больше 3% годовых делает заемные средства намного дешевле. Это заметно упрощает условия ведения бизнеса. Но при этом, конечно, речь идет о предприятиях, имеющих прозрачную экономику, которые создают официальные рабочие места и платят все налоги. Наличие таких фирм и компаний особенно важно для пополнения бюджета муниципалитетов, для обеспечения максимальной занятости местного населения. Все это и является залогом успешного развития городов и поселений.